Девушки отдыхают Максимума, либо близко к максимуму У нас уже разминочка идет на 100 кг Просто здесь какие-то разминочки неимоверные Жим у нас по 20, шел здесь по 40 Нормально У дяди Шедера разминка, а я уже взял на это разминки Ну что дальше, 130 или ты меньшими шагами будешь? Хожу вот так вот, да Я сразу, знаешь как, после сотки 140, потом 170, потом 190, 210, вот так же Я, наверное, 120, ну давай 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 И тут уже... 300 Не, ну у меня на самом деле есть цель На будущий год 200 сесть Да Ролик для меня может втихаряшек лучше, ребята, плохо Да Ну это он сам сказал, я не буду повторять Зачем? Мне так нравится, когда все за меня делают 12, 1700ze Следующая разминочка 140 Я оченьاجка не торопись Нет границ Ну как ты на Зарубу вышел с дядей Лешей У нас фитер этот... Ана Марка Штанга вот так, Леха приседает. У меня всегда второй подход. Туда, штанга. Ничего, Леха приседает. 200 кг приседает. Нет, там было 180. Ну, почти. Тебе 130? Да ладно, 160. 140. Надо же на сырнике зарабатывать. Я так низко без штангеток точно не присяд. У меня сразу пятка поднимается. А у меня чуть-чуть таз поднимается. Либо слишком нужно вперед колен и вывести. 170. 1. 1. 1. 1. 1. У тебя рекорд по приседу. Ну, вообще, вот в этих наколениках, как у тебя, я приседал 190 на 3. Это было давно, да, это было, наверное, годом полтора назад. Последний, наверное, 185 у меня на раз был. Я резко использую как ищетку, без ничего, да. 180, но сегодня я постараюсь хотя бы 180 сделать, потому что дальше еще толчок. Вот, у меня к тебе вопрос. Некоторые пишут, ты говорят, что, типа, высоким вообще нельзя приседать большими весами. Что думаешь? Я думаю, что все индивидуально. Нужно проверять технику. Нужно выяснить за счет эксперимента, как человек садится. Вот ты высокий, а садишься без вопросов. Ты глубоко садишься, и при этом у тебя не возникает заваливания вперед, и не возникает подъема пятки, даже без штангета. Как бы для меня это достаточно удивительно. Но это твоя антропометрия. Вот, вот тяна. Высокий и приседает без проблем. Да, но тут, наверное, больше еще растяжка сыграла роль. Я часто, по-моему, брал небольшие веса и именно настраивал технику. У меня были проблемы, да, вот как раз то, что ты сказал, у меня с этим и были проблемы. Но я именно вот делал, делал, снимал видео сбоку, как, что, как напрячь, что сделать. Кстати, в итоге вот пришел, поэтому сейчас посмотрим, как сядуем. Поэтому это все отговорки, извините, мне кажется, прородки. Прородство отговорки, но антропометрия, это как кому повезет. Кому-то очень легко настроиться, а вот приходит новичок и высокий, и сразу хорошо садится. Никогда не приседал. А бывает, что нужно просто месяцами человека растягивать и экспериментировать с легкими весами. И я просто понимаю, что проще его, чтобы не травмировать в смите и, хотел сказать, заставить приседать. Нет, ну, иногда лучше приседать в смите, либо фронтальный присед. Классика подходит не всем. На штанге 160. И, конечно, чуть не умер. Мне кажется, тяжеловато пошло. Да, тяжеловато. Требя серьезных весов. Сейчас 230. Время подходит, а Павел уходит. Да. От таких весов. Павел забросил присед. У него ноги, как он говорит, спички, а он красуется в майке, как он здоровый. И забывает про ноги, в штаны их прячет. Вот так надо ходить, чтобы видеть свои ноги. Ты Шварц читал? Шварц говорил так. Одеваешь толстовочку, а в шортиках заходишь в зал, все тебя херососят, и ты начинаешь... За твои духлые икры, как он говорил. Да. Надо видеть свои слабые стороны. Так, это было 200 тысяча 170, да? Штамп на рубах. Десять назад я еще телек смотрел. Была такая программа. Самое слабое звено. Да. Ты у нас самое слабое звено. Такая ведущая была, дерзкая. Так вот, у Пахи самое слабое звено это ноги. И почему он на руках хорошо ходит и стоит на руках хорошо? Потому что у него это лучше, чем на ногах получает. Так, ладно. Давай 170, я на всякий случай постою. А то парень присед забросил. Леха, поаккуратней. Ты булки напрягай? Потому что всегда можешь случиться первый раз. Да ладно. Я так, я неподалеку. Чтоб если что подбежать. Давай, типа, соберись. 170 надо все стык стать. О, 170 только было прям. Слушай, а может у вас в Орде диски алюминиевые? Это походу да. Нас обманывали. Ощисти настоящее железо. 180. Отвечаю, УАЗ. 240 присед я делал 3 недели назад. Выкладывал на ютубе. Тренировка ног натурального атлетовства. Ну, видео похоже называется. И там я присел 240. Сильно. Скажу честно, ребят. Год назад я вообще сидел, смотрел Леху на ютубе. Думаю, ну ничего, скоро отец влетит и покажет тренировку. Не, на самом деле, Леха должным образом повлиял вообще на мою спортивную карьеру. Становление тигра, да? Лохак. Это вам не топить, бомбить и разрывать. 220. Ронни Коуман просто. Белый. Жестко. Ракета заветного действия. Ну, сегодня тяжело. Присед, как у тебя, у меня тоже чуть-чуть тяжело. Давление сегодня не долго. Да? Звезды не сошлись. Сзади встаешь, я уже не расслабляюсь. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Так, 180. Дядя Паша не идет на серьезный для себя вес. Жестко взял, давай. Жестко взял. Садимся, а потом ход вылетает. Бум! Вверх. Так, ну что, я попробую 230 присесть. День, конечно, не лучше по приседу. Сегодня, ну, так получается. 240 у меня лучший результат, который я делал месяц назад. Ну, мы обязаны бороться сегодня. Обязаны. Так хотя бы 230. Попробую. Нам явно на драйве заняться. Так, надо представить, что ноги пушки. Ну что, Павел попробует 185. То есть, без наколенников, как сейчас, 185 это твой лучший присесть. Ну да, на данный день, да. 185 на раз. И в раме силовой, как и в танке, главное что? Не обгадится. Не обгадится. Поехали. Уверенно, давай, взял, сделал. Бум. 185. Начальная фаза нормально выходит. А потом у тебя мертвая точка где-то на параллели или чуть-чуть выше параллели. Вот там. Чуть-чуть мозги не взорвались. Да. Насрал в танк. Павел закончил. Павел закончил на 180 килограммах. Я на 230. Присед вот такой у нас сегодня был. Павлу надо, я считаю, в приседе добавлять хотя бы до 200 килограмм. Потому что жим 152, 150 с паузой. Там армейские сильные, брусья сильные, подтягивания, становые сильные. А присед у него выпадает из-за боя. И надо не лениться, а тренировать этим турникменом ноги. Чтобы прекратили на руках ходить. Правильно? Да, понял. Все, разбираем присед. Третье базовое упражнение, к которому мы сейчас перейдем. Отжимания на брусьях свеса. Ну, хватит. Урок окончен.